Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Опять двойка. Мэр Анапы Сергей Сергеев раскритиковал работу коммунальных служб. На что жалуетесь? Глава города провел выездной прием граждан в селе Цибанабалка. В Анапе отметили День единства всех российских народов. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Новый график городских планерных совещаний, кадровые изменения, планы на неделю и новый курортный сезон. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел очередную планерку. Поставил задачи специалистами, начальникам городских служб и раскритиковал работу коммунальщиков. Подробности планерки в сюжете. Начинать работу надо себя призвал заместитель мэра Анапы Олег Костенко, участников планерного совещания. Среди муниципальных работников 85 должников по налоговым платежам. Трое служащих задолжали налоговой службе еще с 2010 года. Поставлена задача чиновникам за неделю погасить свои долги. Надо быть примером во всем. Произошли кадровые изменения. Начальник жилищного отдела Татьяна Ружечко покинула свой пост. Вина стопроцентная за то, что мы до сегодняшнего дня не имеем программы по обеспечению жильем, но привлекаемых медработников, о которых я говорю с февраля месяц. Я думаю, терпение и вопросы, которые задавались, понимания так и не достигнут. Сергей Сергеев отметил благодарностями работу заместителей мэра Сергея Козлова и Юрия Полякова, начальника управления культуры Марины Мельниковой. Кто хочет работать, смотрят на несколько шагов вперед. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила, на этой неделе должен быть готов план график работ по подготовке к следующему курортному сезону. Руководители городских служб несут персональную ответственность за планирование и за выполнение всех мероприятий. Я обращаюсь ко всем. Не надо сухарями становиться, не надо черствами. Я вот по общению с вами делаю выводы практически с каждым в этом зале мы общаемся и не раз, и будем продолжать, делаем выводы, как вы разговариваете с людьми. И радость у меня это не вызывает. До 7 ноября составят график Дней здоровья, и в ноябре проведут заседание рабочей группы по безбарьерной среде. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко подчеркнула, Анапа – первый город, где применили пилотную программу по безбарьерной среде. Работа должна продолжаться. Мэр Анапы Сергей Сергеев раскритиковал работу городских коммунальных служб. Город убирают плохо, на дорогах беспорядок. Лишние скамейки в парках до сих пор не убрали на зимовку. О перекопах в сельских населенных пунктах главы округов не знают. И создается впечатление, что соблюдают порядок не для благоустройства Анапы и не по долгу службы, а по принципу, чтобы начальство не заметило промахов. И сегодня уже необходимо понуждать путем составления административных материалов. Четыре человека. Они имеют право на краевой дороге работать? Конечно. По территориальности они работают. Так где протоколы? Каждый день составляете. Машина прошла, юрлицо, юрлицо, юрлицо. Ну вот, я запрошу, а вы мне предоставите. В городе продолжается работа с незаконными мигрантами. По данным миграционной службы, за неделю 200 иностранцев поставили на учет. Провели шесть проверок и составили 50 административных материалов. Общая сумма штрафов – 208 тысяч рублей. Двоих граждан Узбекистана депортировали за нарушение режима пребывания в России. По контрольному вопросу планерного совещания читался начальник финансового управления Евгений Царев. По оперативным данным, за 10 месяцев в городской бюджет поступило более полутора миллиардов рублей. С темпом роста к аналогичному периоду прошлого года на 118%. Прирост составил почти 240 миллионов рублей. Цифры радуют, но приходится еще платить по старым счетам, выставленным в 2010-2012 годах. Только за 10 месяцев этого года удалось сократить бюджетные долги. Мэр Анапы Сергей Сергеев предложил изменить график проведения планерных совещаний, перенести на вторник. Такая практика была ранее и оправдала себя. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Глава города Сергей Сергеев провел очередной выездной прием граждан. На этот раз селец Ибанабалка. И в это же время жители сельского округа могли обратиться за консультациями к руководителям и специалистам городских служб и ведомств. Помощник мэра Анапы Любовь Евсеева присутствовала на личном приеме граждан. Подробности далее. Уже в первые полчаса 45 человек получили ответы на свои животрепещущие вопросы. Но глава города Сергей Сергеев заметил, что дневное время не самое удачное для селян. Они в это время на работе и необходимо предлагать им для таких встреч наиболее удобное время. Глава города перед началом личного приема поинтересовался у Василия Палькарповича Рогалева, почему его рейтинг как главы села Ибанабалка среди населения по результатам последнего социологического исследования не на высоком уровне. В ответ на его объяснение о недавнем назначении Сергеев подчеркнул, что люди должны знать своего главу по его делам уже с первых дней работы и в ходе приема сам стал невольным тому примером. Жительница поселка Пятихатки Мещерякова пришла на прием по вопросу подключения своего домовладения к газопроводу. Но разговор Сергей Палыч начал с вопроса о том, как и где живут ее дети. У Вас дети где-то далеко живут? Вы недавно здесь купили дом и у Вас были проблемы с подключением коммуникаций и так далее. И живете Вы, если из клуба выходите, так правее, да? Да, да, да. Ну что я вспомнил? Так а сейчас что? Ну первое я хочу сказать спасибо. Еще раз Вам говорю спасибо. И просто об душе действительно. Сейчас с газом у нас проблемы. Глава берет этот вопрос на контроль, а в ходе доверительной беседы выясняется, что есть еще немало проблем, которые необходимо решать в Цибанабалке. Если это возможно, Сбербанк дайте нам хотя бы в Цибанабалке. Чтобы вернуться к этому вопросу, почему закрыли, что можно сейчас сделать? Глава поделился новостью, что только что подписал распоряжение на выделение этому поселку для ремонта дорог более двух миллионов рублей. Просьба Каратаевой о кронировании старых тополей на улице Новостройка села Цибанабалка вышла за рамки только этой проблемы. Оказалось, что эти деревья еще школьниками Нелли Антоновна сажала с одноклассниками. Вам их не жалко? Жалко. Ну хорошо. Мы насадим, мы насадим других. Ну хотя бы кронировать, хотя бы. Обрезать. Хорошо. Ну в декабре. Сергей Сергеев отметил, что жители Цибанабалки неравнодушны ко всему, что происходит рядом. Бесхозная – это трансформаторная подстанция или разбитая дорога. Решения, принятые им по всем этим вопросам, конкретны, и мы о них будем рассказывать. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. По инициативе мэра Анапы Сергей Сергеева с 1 ноября в городе начала работу группа народного контроля. Рейдовые группы состоят из активистов квартальных комитетов, членов партии «Единая Россия», студенческих советов и представителей общественности. Народные контролеры ведут информационно-аналитическое наблюдение. Побывали уже в 30 продуктовых магазинах. Выяснилось, не везде хозяева и продавцы магазинов соблюдают ценовую политику распоряжения властей Кубани. Так называемая социальная корзина продуктов должна быть доступной каждому жителю. Участники рейдов напоминают, по распоряжению губернатора Кубани Александра Ткачева, предприятиям розничной торговли рекомендовано не завышать торговую наценку. Есть социальная группа товаров, на которую цена должна не превышать 10% от закупочной стоимости. Это молоко, кефир, сметана, хлеб, яйцо, масло растительное и творог. В принципе, не такой большой спектр. И чтобы население знало об этих продуктах, хотя бы на уголке потребителя должно висеть списком, какое из наименования товаров относится именно к этому социально значимому наименованию. Анапчане могут помочь группе народного контроля. Если видите явно завышенные цены на социально значимые продукты, сообщите о нарушении по телефону 4-64-21 с 10 до 17 часов в рабочие дни. Подробный перечень социально значимых продуктов можно найти на официальном сайте администрации города-курорта Анапа. 29 октября началась акция «100 дней до Олимпиады». Обратный отсчет времени напчане решили отметить по-своему. Каждый день проводить спортивные мероприятия. В Виноградном сельском округе за 95 дней до Олимпийских игр в Сочи провели спартакиаду. Спартакиаду бюджетных организаций приурочили также ко Дню народного единства. Организаторы соревнований – администрация сельского округа при поддержке депутата ЗСК Владимира Верстунина. В спартакиаде приняли участие 9 команд. Это у вас проводится не эпизодически, а практически каждый день. Поэтому мне это радует, потому что мы идем сегодня не просто к открытию зимней Олимпиады в Сочи, а действительно вот из вашей молодежи формируется та сборная, которая в последующем будет отстаивать честь нашей Родины, нашей России, Кубани, города-курорта Анапы на всех крупных соревнованиях и в том числе на Олимпиадах. Спартакиада – не разовая акция. В следующем году администрация Виноградного сельского округа запланировала пригласить соседние округа. Первый день спартакиады на базе школы номер 9 прошли баталии за теннисными столами. Участникам спартакиады предстоит выяснить, кто сильнее в дартсе, шахматах, стрельбе и волейболе. Завершатся соревнования через два месяца веселыми стартами. 4 ноября в России отметили День единства всех российских народов. В Анапе праздник прошел на Театральной площади, а на главной улице города Горького на нескольких кварталах работала праздничная ярмарка. Фермеры выставили на продажу продукты, выращенные на Кубане. Светлана Вилова продолжит тему. Кубанская земля не перестает удивлять своим плодородием и высоким качеством урожая. Есть буквально все и по приемлемым ценам. Капуста, лук, морковь, картофель. На лите овощи цена от 20 до 25 рублей за килограмм. По 60 рублей за кило – кавказская хорма. Представлены деликатесы – продукции за индейки, торговой марки «Индолина». По оценкам западных партнеров, это один из самых современных индюшинных комплексов в мире. В продукцию не добавляется соя. Мед, прополис, перга – товар с кочевой пасеки. Такая перевозка дает увеличение производимого меда в 2-3 раза. Рыбу сюда привезли из Новороссийска. Хамса, горбуша, отрезка судак и даже красный окунь. На весь ассортимент цены в два раза ниже, чем на рынках города. Все в этот день пользовалось спросом. Молочные продукты дешевая цена, фрукты дешевые, мясо 165 тоже дешево. Так что ярмарка хорошая. Мы люди приезжие, поэтому ценами мы очень довольны. У нас в Москве все дороже, так что все очень хорошо, все вкусно, все прекрасно. Организаторы праздника не случайно решили устроить в День народного единства ярмарку. Это не просто торговля. Здесь и широта русской души, и наша родная культура. Для хозяйственников это прекрасная возможность показать, что они делают, а для людей повеселиться и понять, что вместе мы способны на многое. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион. День народного единства в России сравнительно молодой государственный праздник. Его отмечают в России восьмой раз. За эти годы в каждом регионе страны сложилась традиция устраивать большой праздничный концерт. В Анапе он прошел под названием «Единая Россия, единая страна». Традиционные русские забавы, игры, а также концерт. Торжества являются напоминанием о событиях 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержали победу над польскими интервентами. Успех был основан на героизме участников событий, которые вне зависимости от национальности, вероисповедания и классовой принадлежности объединились для достижения высокой цели. Теперь каждый год в эту памятную дату россияне празднуют победу и вспоминают о подвигах предков. На Анапской земле издавна дружно живут представители более 30 национальностей. Все они способствуют процветанию курорта. Ведь без взаимопонимания и уважения невозможно сохранение единства Анапы, Кубани и всей России. Единство – это народ. Если не единство, то война была бы везде. Все мы вместе. Все национальности вместе. Очень хорошо все. Очень радует, что у вас поддерживается именно народное творчество. Дети не забывают этого. Очень приятно и очень волнительно, конечно, на все это смотреть. Мелодичную песню «Казычат» сменил зажигательный армянский танец. Южную публику покорили греческие, грузинские танцы и напевы. Своеобразной изюминкой фестиваля стал флешмоб под названием «Растворись в многообразии культур». Его организацию взял на себя Совет молодых депутатов Анапы. Творческим коллективам и зрителям представилась возможность выучить танец каждого народа, проживающего на Кубани. Эстрадный танец сменил казачий перепляс. Кульминацией праздника стало поднятие в небо государственного флага, созданного из воздушных шаров. Яркое свидетельство того, что мы все едины под небом России. С днем народного единства! Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 14 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Производственное предприятие «Меркурий-2» и салона магазинов подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона». Все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона». Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова